Чё там, наш токарь Петька, что вы тут разглагольствуете? Сейчас наши рабочие и крестьяне бьются в кровь на полях. Рабочие и крестьяне. За урожай и на заводах поднимают страну, пока вы льёте ушат с дерьмом, отдают все свои силы на кусок хлеба и нормальную жизнь ради своих детей, а вы тут со своими советами. Ну, первый вопрос. А зачем биться в кровь? Вот как-то во всём мире никто в кровь уже давно не бьётся. Получают хорошие зарплаты. Никто не живёт за кусок хлеба. Ну, Африка, наверное, живёт, Северная Корея живёт за кусок хлеба. Здесь вообще многие хлеб не едят, потому что считают, что это вредный продукт. И переходят на здоровое питание, на всякие кетовые диеты, органические продукты хорошего качества. Никто не бьётся за хлеб. Хлеб – это уже что-то, что в магазинах лежит, никому не нужное сто лет. Это только вот у нас, в нищих странах, типа Беларуси, в нищих просто, люди бьются в кровь за кусочек хлеба. Как в ГУЛАГе. В ГУЛАГе тоже вот они бились. За кусочек хлеба в кровь. Потому что считают, что вот кусочек хлеба – это высшая радость какая-то. Здесь давно, ну, люди считают, что еда – это такой малюсенький какой-то элемент их бюджета. И что гораздо важнее, там люди на театр больше тратят, чем на еду тут. И на культуру, на книги, на искусство, на поездки, на образование. Какой к чёртовой матери хлеб? Хлеб – это просто, ну, как… Здесь бесплатно в фудбенке раздают эту еду. Бери сколько хочешь. Можно поехать взять. Ну, если кто нищий. Но люди ж не нищие. Люди получают хорошие зарплаты. И всё. И второй вопрос. Вы что, за 30 лет так и не подняли страну? То есть, Лукашенко настолько плох, вы считаете, Токарь Петька, как руководитель, что он за 30 лет правления не смог обеспечить ни нормальную жизнь, ни кусок хлеба, ни поднять страну. То есть, мы на 30-м, там, или каком годе его правления всё ещё поднимаем страну только? Это когда? Это к столетию его, что ли? Она поднимется по вашим скоростям? Ну, вообще-то, там можно вспомнить ФРГ после войны, которая была полностью разрушена, под ноль. И там за 10 лет её подняли до уровня Советского Союза, победителя. А через 20 лет ФРГ превосходило по качеству жизни, чем Советский Союз, в три раза. И немецкая экономика работала в три раза лучше, чем советская. Это за 20 лет. То есть, к 65-му году можно посмотреть разницу в производстве в Советском Союзе и в Западной Германии. За 20 лет подняли. Японию, которую разбомбили полностью, включая ядерными бомбардировками, за 20 лет стала одной из крупнейших индустриальных держав. Тут 30 лет человеку власти всё ещё за кусок хлеба все борются. Ну, боритесь дальше, Токарь Петька, за кусок хлеба. Что вам сказать, если вам не хватает его. Вика, дорогая, спасибо огромное за вашу помощь. Давайте почитаю несколько ваших комментариев. Андрей Правдивый. Стоят наполовину разобранные почти новые фермы, с которых уже содрали крышу, построенные по высшему классу, с утеплением потолка, минеральной ватой, отделкой полов, плиткой, просто уничтожены. Там можно посмотреть вот видео Сергея Тихановского, с чего он начал свою-то политическую карьеру. Он объехал глубинку белорусскую и показал, что это на 100% отличается от БТ. Можно включить вот любое абсолютно видео Сергея Тихановского, там, страна для жизни, и посмотреть, как в реальности выглядит это сельское хозяйство, которое Лукашенко построил. И почему никогда в жизни оно не заработает. Ну вот. Товарь Бетька, мы страну подняли, когда в стране зарплата была по 35 долларов, и ляпали на площади касками, донашивали обноски, и что теперь, как одеты, обуты, айфоны и прочее. Ну вот смотрите, тогда по 35 долларов было везде. И в Литве, в Латвии, Эстонии, ну в Советском Союзе, да, бывшем. 91-й год. В Польше, в Чехословакии было по 35 долларов. Более того, в Польше было хуже, чем в Беларуси. И меньше было, и меньше были зарплаты и так далее. Значит, сейчас в Беларуси не дотягивает и до 500 долларов средняя зарплата на руки. в Польше полторы тысячи. Ну и что вы там сделали? Посмотрите, сколько средний поляк имеет сбережений, и сколько средний белорус имеет сбережений. Посмотрите, сколько литовец получает, сколько белорус получает. О чем вы говорите? Вы затормозили страну в три раза. Беларус должен был сейчас на руки получать полторы тысячи долларов. Вот по тому уровню развития, которое шло у соседних стран. И мы это видим. Возьмите Эстонию, Латвию, Литву, Чехию, Словакию, Словению, Польшу, любую. Они были все на одном уровне. Но мы были даже на лучшем уровне. И теперь мы плетемся в конце нищеты, нищеты просто. И рядом люди получают на той же работе. Не потому, что у него другая работа. Посмотрите, сколько педагог в Беларуси получает в областном городе или в районном городе. И сколько педагог получает в польском воеводстве. Или в Литве, или в Эстонии. В три раза разница. Пенсии в три раза разница. Это все украденные у беларусов. Деньги вами, Токарь Петька, Токарь Петька с вашим любимчиком. Просто украли у людей две трети зарплат. Вот и вся ваша экономика. Украли у людей, обобрали людей на две трети. Они должны были получать сейчас в три раза больше. И это легко вот сравнительным анализом как бы доказывается. Хорошо. Да. Дальше пойдем. Вот да, вот Андрей правдивый видел все эти заброшки. Ну да, все так и есть. Все так и есть. И вы только Петька посчитайте, сколько беларусу надо на айфон работать. Три месяца полностью. Три месяца надо работать. А поляк его покупает с одной зарплаты. И еще остается. Ну так вот и вся разница про айфоны. А рынка половина беларусов в кредитах за холодильник и стиральные машины годами выплачивают необходимые вещи. Да, 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 да. Друзья, поставьте лайк.